Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта» на телеканале «Универ ТВ». Мы не выходили в эфир целых две недели, и за это время у нас произошли значительные изменения. В течение трёх лет бессменным ведущим программы был наш коллега Роман Полинскоп. Но как и в спорте, так и в личном составе нашей редакции случаются замены. Теперь о последних событиях из жизни студенческого спорта буду рассказывать вам я, Диана Латышева. А сейчас коротко о том, что вас ждёт в сегодняшнем выпуске. Итоги первой игры в рамках студенческой хоккейной лиги Республики Татарстан. Четверть финала Кубка университета по мини-футболу. Экономисты против математиков. Кто вышел в полуфинал? Старт студенческой волейбойной лиги РТ среди мужских команд. КФУ против КНИТУ КХТИ. Студенческая регбийная лига Республики Татарстан. Кто стал победителем второго тура? В минувшее воскресенье на ледовой арене «Баска» прошла первая игра в рамках студенческой хоккейной лиги Республики Татарстан. Сборная федерального скрестила клюшки с Казанским государственным медицинским университетом. И хотя обе команды показали интересную и техническую игру, победителя можно было разглядеть уже в первом периоде. Подробнее об исходе встречи расскажет наш корреспондент Евгений Романов. 1 декабря в спортивном комплексе «Баска» состоялся матч студенческой хоккейной лиги между Казанским государственным медицинским университетом и Казанским федеральным университетом. С первых минут сборная федерала взяла инициативу в свои руки, используя мощный прессинг и создавая постоянные атаки на ворота соперника. Первая шайба ворота медиков отправилась в начале первого периода. Гол придал хоккеистам КФУ уверенности. Далее игра шла уже по сценарию, надиктованному федералами. И третья шайба не заставила себя долго ждать. Разящая атака КФУ по левому флангу, быстрый паст-центр, бросок и, как итог, красная лампочка в очередной раз загорается за воротами медиков. На второй период команды вышли полные сил и со свежим настроем. В первые минуты шли обоюдные атаки, однако заданный темп игры одна из команд поддержать не смогла. Закономерным результатом стала четвертая заброшенная шайба ворота КГМУ. Именно эта шайба стала переломным моментом в игре. Команда медиков окончательно потеряла веру в себя и в потенциальную возможность спасения матча. В свою очередь команда федералов, получив комфортный перевес в игре, начала играть в свое удовольствие. Перекатывание шайбы с одного борта на другой, долгие зачешные атаки с использованием всевозможных финтов и хоккейных хитростей. Все это характеризует игру федералов во втором периоде. Редкие, беспорядочные атаки медиков не заканчиваются ничем позитивным. Они пропускают шайбу за шайбой. Счет уже неприличный. Третий период не принес особой интриги в матч. Итоговый счет на табло 8-0 в пользу КФУ. Первые эмоции после выигранного матча? Большое спасибо. Ну эмоции какие были от этой игры? Первая игра сезона, начинаем вкатывать потихоньку. Забили пару хороших голов, остальное так, трудовые голы. Братарь помог, отыграл на ноль, молодец. А так в целом хорошие эмоции, нормальные. Соперный нормально, хороший добился. Очень резво начали. Изначально была установка первым номером играть с КГМО? Да, то есть установки такого как таковой не было. Просто настроек хороший, плотная таблица идет. Бежим, стараемся, доказываем, что лидеры мы. Поэтому такой результат получился. Евгений Романов. Неделя спорта. На прошлой неделе в Униксе состоялся второй матч четвертьфинала Кубка КФУ по мини-футболу среди мужских команд. За право выхода в полуфинал бороли сборные Института экономики, управления и финансов и Институт вычислитель математики и информационных технологий. Обзор матча в сюжете Владислава Кузора. 27 ноября прошел второй четвертьфинальный матч Кубка КФУ, в котором встречалась сборная Института экономики, управления и финансов и сборная Института вычислительной математики и информационных технологий. В прошлых стадиях Кубка КФУ в упорной борьбе экономисты преодолели Юрфак, а математики с уверенностью обыграли Инженерный институт. Экономисты вышли в роли фаворитов, но было интересно, сможет ли Евмид пройти стадию четвертьфинала так же уверенно, как и стадию одной восьмой финала. С первых минут экономисты взяли инициативу в свои руки и на пятой минуте Владислав Каплунов дальним ударом поразил сетку ворот. Следов, Рамиль Загиров удвоил преимущество своей команды. После двух забитых мячей экономисты почувствовали превосходство на соперников и начали проводить молниеносные атаки, что к концу первого тайма на табло было уже 6-0. Дублем отметился Рамиль Загиров и Владислав Пермский и под занавес первого тайма капитан команды экономистов Антон Тимохин также поразил сетку ворот. Во втором тайме экономисты не сбавляли темп игры и уже на первых минутах второго тайма Антон Тимохин оформляет дубль и следом через несколько секунд сделал хэт-трик. Позже Рамиль Загиров решил не отставать от своего партнера по команде и изящным ударом с лёта отправил мяч в сетку ворот и оформил также хэт-трик. Всё же в середине второго тайма математики наконец-то начали создавать опасные моменты и как итог Руслан Бегтимиров размочил счёт в матче. На этом моменты математиков не закончились и они смогли поразить ворота экономистов ещё два раза. Это сделал Маханат Алхузани и Дамир Гарипов. Но этого было мало, чтобы догнать экономистов. 9-3 уверенная победа Института экономики и теперь им предстоит в полуфинале побороться с Институтом физики за выход в финал Кубка КФУ. Мы настраиваемся как на финал всегда, что с физиками, что с тем же самым юрфаком, что сегодня с Эвмитом. Мы знали, что простой игры не будет в любом случае. Поэтому настрой только на победу. Планируем взять кубок наконец-то. Сегодня как нам не удаётся это сделать. Владислав Кузора. Неделя спорта. На прошлую неделю в Униксе стартовал чемпионат студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан среди мужских команд. 28 ноября на площадку вышли сборная федеральная и команда Казанского национального исследовательского технологического университета. Напряжённая борьба, агрессивная подача игроков и жёлтая карточка за разговоры с судьёй. Подробнее в репортаже Максима Журавоева. Вечер 28 ноября стал большим праздником для поклонников студенческого волейбола нашего города. В рамках чемпионата студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан среди мужских команд встречались сборная Казанского федерального университета и Казанского национального исследовательского технологического университета. Матч проходил в спортивном комплексе Уникс на первом этаже. В 19.30 прозвучал свисток судьи, означающий начало игры. Игроки поприветствовали друг друга, бросились жребия и встали на свои игровые позиции. Очередной сигнал судьи, первая подача была за хозяевами сегодняшней встречи. Начало положено. И вот обе команды с первого сета дали друг другу понять, что не собираются так легко отдавать очки. Напряженная игра и агрессивные подачи стали давать свои плоды. Игроки бились буквально за каждую подачу, что полностью отразилось на табло. В стартовой части первой партии были настоящие качели. И при счете 15-15 Кнету Кахты берет первый тайм-аут в игре. После легкого отдыха команды вернулись на площадку и продолжили активное наступление друг на друга. Отдельного внимания заслуживает яркая и громкая группа поддержки Кнету. Надрывая голос, они скандировали «Вперед, родной, мы за тебя стоим стеной», сильно ударяя в барабаны. Ну вот и первый перерыв на табло счет после завершения первого сета 25-23. После короткой передышки команды вновь вернулись на площадку. Команда федерального будто бы изменилась. Всего за 6 подач они добились разрыва в счете в 4 очка, что заставило тренера Кнету взять тайм-аут. Он активно просит игроков быть внимательнее, но, к сожалению, для болельщиков-химиков и, к счастью, для федералов ничего не поменялось. КФУ все так же активно наступал и просто проезжал катком по защите гостей. Ничего не помогало защищающимся, и вот, наконец, звучит сигнал судья, отправляющий команды на отдых. На табло, тем не менее, счет 25-16 в пользу КФУ. В третьем сете игра проходила полностью под руководством Казанского федерального. Сборная КФУ вновь прошибает защиту и забирает заветные очки. На табло уже счет 11-16, не в пользу Кнету. Федералы проводят двойную замену и укрепляют свое преимущество. После завершения третьего сета на табло просто разгромный счет 25-15. Начало последней партии. Нервы игроков команды гостей на пределе. Они понимают, что именно сейчас решается итог встречи. Либо победа, либо поражение. Кнету наступает, и вот уже счет ничейный 12-12. Очередная подача. Сборная КФУ оборачивается успехом и приносит еще одну очко в копилку команды. Но химики не согласны с решением судьи и начинают спорить, за что справедливо один из игроков получает желтую карточку за разговоры с судьей. Упорная борьба, и вот уже счет в пользу федералов 17-14. Битва продолжается, но, как известно, победителям может быть только один. И вот последняя подача в этой игре. И судья фиксирует победу команды КФУ. В основном все задумки получились. Немного, конечно, где-то брак есть, но мы еще работаем над этим. Начал сезона, первая игра. В принципе, думаю, неплохо. Всем спасибо за поддержку сегодня. Приходите на наши игры. Поздравляем сборную федерального заслуженной победой. 3-1. Максим Журабоев, Неделя спорта. В эти выходные завершился второй тур студенческой регбийной лиги Республики Татарстан. Теперь команда уходит на заслуженный отдых, чтобы как следует подготовиться к решающему третьему туру, который пройдет в мае 2020 года. О результатах нам расскажет Елизавета Гущина. В воскресенье 1 секабря в футбольно-легкоатлетическом манеже прошел чемпионат по регби между главными университетами Республики Татарстан. Помимо Казанского федерального университета за звание чемпионов боролись Казанский аграрный университет, Казанский авиационный институт, Казанский химико-технологический университет, танковое училище и другие учебные заведения. Еще на этапе разминки стало понятно – команда настроена серьезно. Не дойдя до финала, сборная нашего университета вела игру с книг Кахты за седьмое место. Игра была непростой, каждый игрок команды старался проявить себя и принести победу себе и своим товарищам. Не обошлось и без жестких моментов игры, и даже травм. Однако, со счетом 24-0 сборная КФУ заняла восьмое место. Игроки команды отмечают, что причиной неудачи стали многочисленные травмы и удаление ребят. В финал же чемпионата вышли две сильные команды – сборная Казанского танкового училища и Поболжской государственной академии спорта и туризма. Игра между обеими командами была напряженной, но со счетом 14-7 заслуженную победу вырвала Академия спорта и туризма. Игроки не скрывали своей радости, но отметили, что не собираются останавливаться на этих победах. С собой доволен, потому что я только пришел после травмы, у меня был сломан палец, и это были мои первые игры, и я ими очень доволен. И очень доволен своей командой. Все довольны своими действиями, была поддержка в играх, так что только положительные эмоции. Несмотря на царевшую на поле атмосферу соперничества, по окончанию чемпионата игроки каждой команды сохранили дружеские отношения и поздравили своих оппонентов. Елизавета Гущина, «Неделя спорта». А теперь посмотрим турнирную таблицу. По итогам второго тура мужские команды расположились следующим образом. После второго тура лидирует по Волжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, набравшая 17 очков. На втором месте расположили спортсмены Казанского высшего танково-командного училища. С отставанием от лидеров 3 очка тройку замыкает Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева. Спортсмены Казанского федерального по итогам второго тура на восьмом месте. Остальные результаты студенческой регбийной лиги вы видите на своих экранах. И на этом все. Вот такая выдалась у нас «Неделя спорта». А впереди нас ждет еще много интересных матчей, о которых мы расскажем вам в следующий вторник. С вами была программа «Неделя спорта» и я ее ведущая Диана Латышева. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!